В среднем 50 тысяч рублей платит муниципалитет пострадавшему за укус, полученный от бездомного пса в Мордовии. Детям чуть больше, взрослым чуть меньше. За 8 месяцев 2024 в регионе собаки укусили 50 человек. Это статистика МВД. Сами пострадавшие говорят, что предпочли бы не получать деньги и не становиться жертвами агрессивных псов. Но особого выбора нет, ведь обойти рычащую собаку иногда просто нет возможности, особенно детям и пенсионерам. Люди жалуются коммунальщикам, пишут в соцсетях гневные посты, но укусов меньше не становится. Проблема вышла на уровень главы региона. 50 укусов зафиксировано, 50 за 8 месяцев. Можно рассказывать об этом долго, что там чипируем и так далее. 50 есть. Чтобы не довести до виды и нам с этим вопросом разобраться, я прошу по каждому муниципальному образованию провести разбор по Саранску, по Розаевке в обязательном плане. Собак, потому что реально много. Что это за собаки? Чипировали, не чипировали, а то проходит стерилизацию, а потом оказывается, что приносит щенков. Как так может быть? Для галочки что-то делать? Есть и такие факты. Хотя с чипами. На бродячих котов или птиц горожане не жалуются. В основном на собак. Исполняющий обязанности мэра Саранска Владимир Быков отчитывается. Собак в городе ловят, стерилизуют и выпускают обратно. Ведь таков закон. С начала года по 20 сентября 2024 года было отловлено 284 особи, стерилизовано 179, возвращено в среду обитания 214 и передано в добрые руки 70 особей. По состоянию на 20 сентября в приюте для безнадзорных животных содержит 49 собак. Из них 49 вакцинированы от бешенства. Мы их чипируем и также выпускаем на волю. Артем Сдунов поручает проверить, как работает система, которая принимает заявки на отлов собак в Саранске и Розаевке. Глава региона настаивает, выезжать нужно сразу после звонка горожан, а не спустя сутки. Здесь же обсудили подготовку к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. До 9 мая правительства и муниципалитеты должны отремонтировать все сельские памятники солдатам-победителям, привести в порядок мемориалы даже там, где не осталось жителей. Министр культуры Светлана Баулина сообщила, что сейчас в отношении таких памятников действует упрощенный порядок ремонта и можно сделать все своими силами или силами волонтеров. Завершить все работы на мемориалах планируют до 25 апреля 2025 года. Юлия Порунова, Наши новости.